Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь. Это продолжение нашей карьеры за канал. Итак, сегодня у нас три интересных матча. Матч против Дерби Каунти, против Халл Сити и против Уэст Бронвича. Итак, Уэст Бронвич является лидером сейчас в таким определенном чемпионате. Идут они на третьей строчке, они борются за выход в высший английский дивизион. Мы тоже будем бороться. Нам чуть осталось до третьей строчки. Буквально одна победа и поражение Кардифа. И мы сразу же попадаем на шестую строчку. А здесь смотрите, четвертое, пятое, шестое место занимает по 31 очку. А до Фулхэма нам всего лишь не хватает 8 очков. Ну что же, против Дерби Каунти мы сыграем первым составом, против Халл Сити мы сыграем вторым, ну и против Уэст Бронвича мы сыграем первым. Итак, выездная игра. Сыграем мы в гостевой форме. Вот она, расстановка. Поехали. Итак, замечательный стадион Дерби Каунти. Приветствуют нас болельщики, игроки. Молтон Роуд. И мы начинаем. Опасный сейчас момент будет. Долг меня тащит, нужно выносить. Уже просто нет. Мариот забивает все-таки. Дерби выходит у себя дома вперед. Четырнадцатый номер Дерби Каунти забивает. На пятнадцатой минуте свой третий уже гол. Но реализовать их не получается. Уже два момента таких прям создали. И отлично на Кучаева. И Кучаев сравнивает счет 1-1. Замечательный гол сейчас получился. Неплохо так Козлов отдал. Ну и Кучаев вторым касанием пробил. Первым подработав. На тридцатый второй мы сравниваем. Шестой гол уже Константина Кучаева. Один из лучших бомбардиров в нашей команде. Ну и под самый перерыв забивает Дерби Каунти еще и второй. Вот так замечательно отдав передачу в центр. Забивает Долгл. Для него это еще и первый гол в чемпионшипе. Проигрываем Дерби в гостях. Еще и с удалением. Со счетом 2-1. Роман Трушечкин дисквалифицирован. Как это отразится на подборе состава? Ошибки случаются. Наказывать его я не собираюсь. Трушечкин ценный игрок. Я надеюсь он быстро вернется в игру. Потому что он нам нужен в оптимальной форме. Как сегодняшний матч скажется на уверенности игроков? Ничего подобного. Да, сыграли мы не лучшим образом. Но у нас хороший коллектив. В команде здоровая атмосфера. Так что с этим мы справимся. Клуб Престон так и не смог отыграться во втором тайме. Почему? Никакой катастрофы в сегодняшнем поражении я не вижу. Мы хорошо играли и могли повернуть хоть матч. А просто сегодня не получилось. Итак, травмирован у нас Петраков на 2 недели. И дисквалифицирован Трушечкин на 1 матч. Проведем мы тренировку. Мишин все показатели свои прокачал. Но к рейтингу это никак отношения не имеет. Опустились мы после этого матча. Потому что там некоторые сыграли на 11 строчку. Были на 9. Надо нам сегодня выигрывать точно. Чтобы обгонять Милвелл. И попасть хотя бы обратно на 10 строчку. Но там еще какие-то команды сыграли. Больше нас. Сток Сити например. Выиграем мы их тоже обгоним. Так что главное сегодня это победить. На выезде тем более. Ну играем вот таким составом. Вторым против Хала. На выезде. Бывшая команда. Леонида Викторовича Слуцкого. На стадионе Киси Ом Стадиум. Играем. Поехали. Итак выездная матч. Замечательный стадион. Стадион Хал Сити. И мы приезжаем сегодня сюда только за победой. Проигрывать нам больше ни в коем случае нельзя. Но сыграем все равно от обороны. Все-таки вторым составом играем. Отдает передачу на Баума Гартнера уже. И тот пробивает. А это 1-0. Мы выходим сразу же вперед на выезде. Первым же ударом. Отлично. Замечательный сейчас был момент. Айвазян отдал передачу на Баума Гартнера. Тот на ложном замахе убрал. И в дальний угол пробил. Баума Гартнер тоже очень хороший игрок. В аренду мы его взяли. Два забитых мяча уже в чемпионшипе. И все. Заканчивается матч. Минимально мы обыграем Хал Сити. С счетом 1-0 на выезде. Три очка мы набираем. Гол. Баума Гартнера нам приносит победу. Вам понравился второй тайм? Мне кажется мы наиграли на победу. Мы создали достаточно моментов. И счет мог быть и больше. Были сомнения в победе. Если честно сомнений в исходе матча у меня не было. Я прекрасно знаю на что способны мои ребята. Было трудно пробивать оборону Хал. Мы играли в свою игру. Мы верили в свои силы. А Девайс сыграл хорошо на каких-то особых планах. По его поводу у нас не было. И так мы ответили на все вопросы. Дисквалификация окончена у Трушечкина. Ромакер благодарит нас за то, что мы его выпускали. Ну и мы теперь на седьмой строчке. Кстати, поднялись. Были-то на девятой. Так что эта победа нам приносит неплохо так очков. 31 очко у нас сейчас. У Лицы 41 на 10. Теперь мы отстаем естественно из-за того поражения. Ну, Уэльс Бромевич идет сейчас на третьей строчке. Надо их обыгрывать. Пытаться хотя бы. Сразу же у нас практически с ними игра. Поэтому никакие замены даже не делал в том матче против Хал-Сити. Предложение тренером сборной стать Северной Ирландии я отклоню. Хотя сборная неплохая. Так, Кучаев. Да, естественно он будет играть. Это все-таки матч главный, интересный. Петракова надо только заменить. Вместо него будет играть. Давайте Сироткина тогда поставим. Потому что остальные вообще не готовы. О, Коннор, ты вообще откуда вылез? Аренда у него вроде закончилась, да? Я думал, что за персонаж. Вот таким стал мы сыграем. Пойдемте на пресс-конференцию. Давно у нас их не было. Мельников еще сыграет? Я слежу за всеми игроками команды и за их желанием играть. Если Мельников хочет закрепиться в основе, ему нужно использовать все свои возможности. Сможете поддерживать такой уровень и дальше. Мы не знаем, как все в итоге сложится, но со своей стороны приложим все усилия. Сегодня команда сможет забить больше. Победа 1-0 это не то, чтобы восторг, но и не беда. Я не буду возражать, если мы все остальные матчи в сезоне выиграем с таким счетом. Итак, еще мы играем и дома. Посмотрим, как мы сыграем. Главное, чтобы нас не сильно откинули, если мы проиграем или потеряем очки. Поехали. Итак, наш родной, наконец-то, стадион в этом выпуске. Матч домашний, но против Вест Бромвича. Команда, которая идет на третьей строчке. Это будет очень тяжело. Мы будем играть от обороны. Поехали. Вот этот опасный момент сейчас и забивает Вест Бромвич. Смогли все-таки дожать. Я уже думал, там офсайт, поэтому не стал ничего сейчас делать. Но нет, Вест Бромвич забивают. Это очень обидно. Минимально проиграем Вест Бромвичу. Два у нас поражения за выпуск, одна победа. Обидно, что единственный гол все и решил. Мельников. Так, вы довольны игрой, которую показывает Мельников. Максим фантастический игрок. Все комплименты в его адрес абсолютно заслужены. Надеюсь, остальные игроки вдохновятся его примером и мы снова будем выигрывать. Как сегодняшний матч скажется на уверенности игроков? Да, мы так и не оправились после пропущенного гола. Теперь в следующий раз нужно будет реабилитироваться. Клуб Престон так и не смог отыграться во втором тайме. Клуб Вест Бромвич прекрасно осознавал свои шансы после забитого гола. Они нам почти не дали пространства, чтобы сыграть в наш привычный футбол. Ну что же, после этого выпуска мы опустились, к сожалению, на одну строчку. Были на девятый, теперь мы на десятый. После этих трех матчей. Так. Ну, некоторые характеристики качаются, но толку от этого покажет никакого. Полное выздоровление там, скорее всего, Петракова. Да. Ну и Петраков нам говорит, что он может уже играть. Скажем, ты вернешься, но постепенно. Ну что же, спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей и канал Футбол. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok